здравствуйте тише работают люди калашников против феста в эфире с вами рубрика мастерская оснасткой приспособлений данного видео есть три автора я как идейный вдохновитель так сказать и руководитель конфессии илья буката как человек который помогает мне осуществить в материале моей идеи и один из зрителей эдуард ермолаев который в общем то помощь зала так сказать олицетворил но я к тому виду во первых я очень для меня это очень ценно потому что есть такое понятие как авторская слепота то есть человек даже погруженную в идею или в тему он не всегда видит лучшие решения поэтому в общем то несмотря на то что я могу производить впечатление человека который в общем-то тук себя слушает на самом деле я обрабатываю всю информацию которая приходит извне и вот значит кнопочки которые я говорил меня я уж говорю мне не устраивало то что приходится к этой плоскости особенно при транспортировке что-то там привинчивать сейчас эта проблема решена в прошлый раз когда я делал видео кнопочки эти же самые были но с небольшим так сказать сейчас они изменениями сейчас поясню здесь были просверлены два отверстия дополнительно но это было не сильно эстетично хоть хочется да иметь но сидеть и в какой-то мере и нам очень хочется идеала какого-то и конечно какие-то два отверстия которые не гармонируют с остальным рядом немножечко смущает сейчас скажем так мы решили эту проблему значит в чем идея суть идеи состоит у системера сейчас наведем резко здесь одну секундочку вот сейчас видно четко есть зацепы такие и у нашей кнопочки теперь тоже есть зацеп соответственно они входят в контакт и когда кнопочка попадает туда она не двигается не туда не сюда то есть соответственно с движение вдоль вот этого когда мы зацепляем на 4 наши две кнопочки они уже снаряжены и если вы помните эту смысл такой чтобы она не сдвигалась то есть мы устанавливаем таблеточку немножко тут надо применить насилие потому что они очень плотно там входят и защелкиваем соответственно что получается у нас таблетка не сдвигается то есть кнопки надежно удерживаем мало того здесь есть один нюанс у этой кнопочки как мы видим этот 3d печать с точки зрения эстетики это может быть не самое лучшее изделие потому что все таки есть вот эти трассы от слоев но именно в случае зацепа это играет положительную роль потому что фактически поверхность не гладкая а ребристая что мы получаем сейчас вот у меня это вес примерно 20 килограмм может больше потому что ящик у меня не совсем пустой вот у меня тут всякое барахло которое мы сейчас в общем то и покажем смысл такой что сейчас мы получаем плоское изделие то есть какой еще авантаж кроме того что у нас получается фактически рабочая поверхность ну то есть рабочий столик у которого там можно из ящичка достать какие-то вещи или спокойно из под крышки извлечь все что нам нужно все наши причиндалы которые нам нужны в работе защелкнули у тридцатки фанеры это то о чем я говорил в прошлый раз это очень удобно потому что замок телока ниже поверхности соответственно у нас доступно и это очень важно кстати сказать и потом впоследствии то что у нас есть здесь вертикальная плоскость которую мы можем любую деталь вплоть до установщиков дверей это вполне актуально то есть можно пользоваться этим делом то есть дверь можно заблокировать и работать с замком таким образом именно благодаря тому что есть вертикальная плоскость и возможность пристегнуть к ней конечно в одном из экспериментов я использовал здесь фартук но дело в том что опять все свелось к тому что это неудобно при транспортировке то есть это классно но неудобно при транспортировке и сегодня можно говорить о том что условно двухгодичные эксперименты фактически в финальной стадии то есть таблетка приобретает именно тот вид в который бы хотелось ну то есть она лишена большинства недостатков которые меня лично беспокоили вот здесь только ну это не новости это фактически старая идея когда мы в боковые поверхности еще можем установить и таким образом освободить наши руки то есть если нам надо если нам не надо да соответственно струбцина остается а руки остаются свободными и вот этот вот нависание оно тоже имеет смысл потому что иногда нам надо что-либо прихватить или большое ну то есть бывают случаи при которых вот поверхность заподлицо не работает то есть нужно чтобы было нависание соответственно здесь условно насколько это возможно к тем параметрам систейнера и пылесоса это довольно стабильная поверхность еще один авантаж который мы получаем вот условно если мы поехали с двумя пылесосами что конечно крайне редко бывает это немножко да из разряда предположений но тем не менее мы можем получить рабочую поверхность по факту больше заблокировав у пылесоса вот здесь вот кнопочки то есть для мобильного дело в том что со мной связывался Юрий на чей канал я тоже ссылку внизу оставлю из Одессы он предложил совместно разработать мобильный стол я даже нарезал титреков то есть мне прислали титреки я их нарезал проблема какая вес то есть у меня достаточно много времени было потрачено на попытку разработать ящик для инструмента что тоже пока что не увенчалось успехом по проблеме одной вес то есть сам ящик даже без ничего он уже прилично весил то же самое с мобильным столом который мы пытались но это не закрытая тема но пока она как бы висит в воздухе с Юрием делать тоже просто по причине веса я просто понимаю что на самом деле мы все ленивы и это как бы у меня это как аксиома работать будет только то что легко и практично все остальное все что мы сочиняем оно может очень красиво выглядеть но чаще всего очень много идей они не проходят практического то есть испытаний практику а так значит что здесь было еще изменено это вот такой момент в этой таблетке да если вы видите здесь тетрек врезан посередине а здесь он не посередине почему потому что здесь фактически своеобразная ложбина ну условно если взять круглая что-либо круглая да оно в общем то блокируется соответственно у меня вот швабра да вот поэтому я сдвинул тетрак то есть получается что всегда дьявол кроется в мелочах и эти мелочи пока ты отточишь проходит очень много времени потому что очень много вещей ты просто не видишь в остальном это довольно практично то есть даже сам формат вот этот здесь я сделал шире но это не обязательно ну в принципе как бы опрокидывание не происходит еще один немаловажный момент кроме того что я уже упоминал что можно в любой тетрек вставить и прижим который кстати тоже довольно удобно использовать именно в тетреке все зависит от заготовки которые мы используем то есть хоть отверстие хоть это самое значит если мы работаем где-нибудь стесненных условиях на выезде и соответственно даже пылесос установить не представляется возможным или в мастерской допустим у вас есть вот такой стол не перфорированный а вам надо перфорированная поверхность для того чтобы закрепить какие-то заготовки то мы поступаем вот так мы снимаем кнопочки наши соответственно у нас как вы помните у нас вот эта двухшаговая поверхность она дает возможность пользоваться всеми благами цивилизации вот мы взяли наши столик фактически да заблокировали ну видео немножко затянуто но оно практического свойства вот мы получили и теперь допустим у нас есть серия заготовок и мы крепим нормально удобно и работаем то есть фактически и в мастерской это приобретает значение потому что какую-то часть стола вы спокойно в любой момент сделаете за счет вот этих пазов вы делаете мобильное то есть вы поработали вы сняли это просто поставили соответственно на сегодняшний день можно говорить о том что большинство вопросов которые меня беспокоили которые были просто неудобными в чем-то несмотря на очевидные преимущества они в общем-то решены благодаря вот такой кнопочки вот значит я думаю что мы ее будем производить серийно потому что результат повторюсь вес приличный и он держится то есть я могу с ответственностью говорить о том что эта кнопка удерживает достаточно надежно ну насколько естественно все это относительно потому что если мы будем требовать от мобильного какого-то столика параметров верстака который 200 кг там весит то конечно мы не получим эту но на выезде вы спокойно сможете и порезать и так далее ну то есть сможете выйти из положения достаточно небольшим изделием вот такие дела спасибо за внимание надеюсь вам было интересно